Как скоро Донецкая область рискует остаться без питьевой воды? И каково будущее украино-российского конфликта, если власть в Киеве изменится? Это программа Донбасс Сегодня. Я Кристина Терещенко. В этом выпуске смотрите. У компании «Вода Донбасса» миллиардные долги. Может ли регион остаться без воды? Одного называют коррупционером, второго – некомпетентным. Приведет ли кто-то из них Украину к миру? Журналистика как оружие на выборах. Кто из кандидатов не жалеет денег на предвыборную агитацию в СМИ? Донецкая область в зоне риска. Без воды могут остаться миллионы людей. Компания «Вода Донбасса» задолжала за электроэнергию более 2 миллиардов гривен. И потребление в долг вскоре станет уже невозможным. Почему ситуация доведена до предела и неужели ключевую роль в ней играет оккупация части территорий Донецкой области, расскажут мои коллеги. «Вода Донбасса» – единственное коммунальное предприятие, работающее по обе стороны линии разграничения в Донецкой области. Сейчас водоснабжение более 3 миллионов жителей региона под ударом. Причина – долги за электричество. Вода Донбасса должна более 2,5 миллиардов гривен. С января вступил в силу закон о новом рынке электроэнергии. Произошло разделение облэнерго на две части – поставщиков и операторов распределения, посредников. В Донецкой области поставщиком является частная компания «ДТЭК», которая принадлежит Ринату Ахметову. А операторов распределения электричества самостоятельно нашли себе 40 предприятий. Тем, кто не успел заключить договор до начала года, кабинет министров определил поставщика последней надежды на 90 дней. Им стала компания «Укринтерэнерго». В Донецкой области таких предприятий 44, в их числе и «Вода Донбасса». Эти компании, соответственно, должны найти себе поставщика, либо вопрос должен быть урегулирован на законодательном уровне. Отключение производится исключительно поставщиком последней надежды. Мы являемся исполнителем. Энергоснабжающие предприятия отказались заключать договор с «Водой Донбасса» до возвращения долга. Срок на это истек 1 апреля. Тогда, до урегулирования ситуации, на несколько дней без воды остались Угледар, Торецкая, Часовьяр и Волновахский район. Если так пойдет дальше и проблему не решат, под угрозой отключения окажется область по обе стороны линии разграничения. По данным компании «Донбассэнерго» это может привести к разрушению канала «Северский Донец-Донбасс». Несколько городов окажутся под угрозой затопления. Наступит экологическая катастрофа. В Донецкой областной военно-гражданской администрации говорят, погасить долг не могут. Мы это сделать физически не можем, поскольку у нас есть так же борщники города, районы Донецкой области, которые не сплачивают за водопостачание, сплачивают не в полном обществе. Наследок чего выникла заборгованность перед «Укринтерэнерго» 270 миллионов гривен. Погасить эту заборгованность из областного бюджета я не имею такой возможности, на жаль. Города начали подписывать договоры с водой Донбасса на реструктуризацию долга. Покровские перешли на водоснабжение по графику, а в Славянске готовятся в будущем вовсе отказаться от услуг компании. У нас, я уже говорил, есть Маякский водовод, который позволяет обеспечить без воды Донбасса микрорайон Артема ЖД вокзан. То есть у нас есть водовод технической воды тоже с Маякского водовода. И если поставить фильтровальную станцию и запитать другие водоводы, то в принципе мы можем отказаться от услуг воды Донбасса. Самый крупный должник в области – Мариуполь. Горводоканал должен воде Донбасса 400 миллионов гривен. При этом 260 миллионов городу задолжало государство за разницу в тарифах. Вода Донбасса уже заявила об отключении двух крупнейших металлургических комбинатов компании Метинвест – Азовсталь и имени Ильича. На самих предприятиях отмечают, что комбинаты перешли на резервную систему водоснабжения после того, как 11 апреля было зафиксировано снижение давления технической воды при подаче на производство. 12 апреля давление технической воды восстановилось, говорится в ответе компании. Городские власти Мариуполя призывают не паниковать. Воду мы получаем в полном объеме, качество по жесткости соответствует норме, и пока ограничений никаких нет. Есть вопросы и по технической воде, но предприятия, градообразующие Азовсталь и Ильича, решают их совместно, как исключить риски отключения технической воды. Но даже погашение долгов не спасет положение воды Донбасса. Все, что будет поступать на счета по долгам реструктуризации, это почти все деньги, не почти, а 100% деньги будут уходить на погашение и текущие платежи по электроэнергии. Основная причина задолженности воды Донбасса – водоснабжение неподконтрольных территорий. В Донецке до сих пор действуют тарифы 2014 года – 4,5 гривны за кубический метр воды, когда в Славянске тариф вырос до 27 гривен. Свои счета, так называемые власти ДНР, не оплачивают. Платежи за первый квартал 2019 года – нуль, нуль, жоднои копейки. Ресурсы вытрачаются, вода вытрачается, вода энергия вытрачается, насосы работают, воду подают. Это тоже пока не решена проблема. Это очередное, скажем так, вопрос, которое будет выноситься на Минские переговоры. Руководство группировки ДНР, в свою очередь, во всем винит украинскую власть. Сложившаяся ситуация – результат дилетантского и паразитического подхода к украинской экономике сил, пришедших к власти в результате государственного переворота 5 лет назад. Скажу больше, КП-компания «Вода Донбасса» задолжала и нашему РПРЭК за потребленную электроэнергию огромную сумму. Но осознавая важность работы водоснабжающих объектов, мы не рассматриваем вопрос их отключения от электроэнергии. Сотрудники «Воды Донбасса» каждый день рискуют жизни, устраняя последствия обстрелов на водоводах. За 5 лет конфликта на востоке Украины погибли и были ранены более 30 работников компании. Из них трое за 2019 год. Водоснабжение «Донбасса» обходится ценой человеческих жизней. Единственный способ повлиять на ситуацию – найти решение в переговорном процессе в Минске. Второй раз Украина оказывается перед выбором президента, находясь в состоянии военного конфликта. И, казалось бы, человек, претендующий на эту должность, должен иметь армейский опыт и обладать умением ответственно принимать политические и военные решения, командуя армией. Но сейчас украинцы перед противоречивым выбором – между человеком, которого СМИ подозревают в коррупции в армии, и человеком, не имеющим политического и управленческого опыта. И как же они будут влиять на Украино-российский конфликт, продолжит Дмитрий Журавлев. Украина в ожидании второго тура президентских выборов. Средства массовой информации и люди на улицах обсуждают двух кандидатов. Способность их эффективно выполнять обязанности главы государства. Одна из функций президента в Украине в роли Верховного Главнокомандующего – обеспечение обороны и безопасности государства. Должность Верховного Главнокомандующего вооруженными силами у нас в стране совмещена с президентской с 1992 года согласно 106-й статье Конституции. И этим Украина не отличается от любого другого демократического государства. Но сейчас тема войны и армии активно используется в предвыборной гонке. Действующий президент часто появляется в расположении войск и делает заявление в качестве Верховного Главнокомандующего. У второго кандидата Владимира Зеленского опыта руководства страной нет, но первый тур выборов показал – половина проголосовавших военных отдали свои голоса именно ему. В поддержку кандидатов военные записывают видеоролики. Шановный Володимир Александрович, мы, військовослужбовцы, молодшие офицеры, солдаты, сержанты, прапорщики, те, которые обрали вас для себя, для будущего нашей страны, желаем вам победы в этот нелегкий час. Мы верим в Верховному Главнокомандующему президенту Украины. Я благодарна президенту за порядок Украины. Краине потребен порог. Как правило, президентом становится гражданское лицо. Но насколько это оправдано в украинских реалиях, в условиях военной агрессии? И для чего две ключевые должности отданы в руки одному человеку? Мысл этой должности в том, чтобы армия, имея всю свою сложную иерархическую структуру, в итоге все равно замыкалась над человека, которого выбрал народ. И подчинялась ему в том числе формально. То есть он является главой армии. И хотя вооруженные силы, как говорят эксперты, самоорганизованы, все-таки есть приказы, которые может отдавать лишь глава государства. Президент ухвалюет решение про застосование войск, ухвалюет решение про мобилизацию частковую или полную. Это тоже исключено повноважение верховного главнокомандующего. И, конечно, вместе с РНБО принимает решение про ведение военного или надзвучайного станка. Верховный главнокомандующий – прежде всего фигура, которая выбирает стратегический путь развития страны в военном отношении. Например, вступать или не вступать в НАТО. Также назначают руководителей на ключевые военные должности – министра обороны, начальника генерального штаба. Однако верховный главнокомандующий не участвует непосредственно в управлении армией. Это обязанность главнокомандующего или начальника генерального штаба. На сегодняшний день эту должность занимает Виктор Муженко. С точки зрения именно управления войсками, участие верховного главнокомандующего в них не то чтобы минимально. Оно должно отсутствовать в принципе. Верховный главнокомандующий – президент страны – это высшее военно-политическое руководство. Они определяют стратегию. Вмешательство в тактическое управление вооруженными силами со стороны верховного главнокомандующего не предусмотрено. Но выглядит по меньшей мере комично, когда верховный главнокомандующий участвует в совещании, посвященном конкретной боевой операции. Или когда ему докладывают какие-то подробности уровня батальона или ротно-тактической группы. То есть мы понимаем, что когда такие вещи происходят, то это необходимость военная в том, чтобы верховный главнокомандующий участвовал в принятии таких решений. Эксперты говорят, учитывая то, что структура вооруженных сил построена таким образом, что командование может само разрабатывать операции, осуществлять стратегическое или оперативное планирование, а вмешательство верховного главнокомандующего в этот процесс должно быть минимальным, то человек, выполняющий эту функцию, не обязан быть военным. С этим вполне может справиться человек, не имеющий военного опыта, но понимающий, как это работает и просто порядочно и честно делающий свою работу. То есть назначает людей не по критериям личной верности, а по реальным заслугам, по реальному опыту, по реальным знаниям в этой сфере. Кроме того, даже если президент не сможет выполнять функции верховного главнокомандующего, для этого предусмотрен определенный алгоритм. В случае, если что-то происходит с президентом, как верховным главнокомандующим, або не дай Бог смерти, або, как было у нас с Януковичем, когда он втек, або его стороннюю из посадки в порядке импичмента, або он сам идет в отставку за собственным желанием, то обязанности верховного главнокомандующего выполняет глава Верховной Ради. При этом, даже если глава Верховной Рады не сможет взять на себя функции верховного главнокомандующего, катастрофы не произойдет. Все равно существуют вооруженные силы, все равно остается в своей должности главнокомандующий вооруженными силами начальника генерального штаба. Есть командующие операции объединенных сил, есть командующие родами войск, есть структуры управления, которые осуществляют и решают задачи, которые сейчас стоят перед вооруженными силами. В том же, насколько правомерное использование военной тематики предвыборной кампании, в первую очередь действующим президентом, мнения экспертов несколько разделились. Одни не видят в этом ничего зазорного. Абсолютно моральное право, как раз в этом он и має доносить людям, потому что это два ключевых напрямки, внешняя политика и обороны, и безопасность государства, за которые он несет ответственность. И про это, в первую очередь, он має извинять. Есть и противоположное мнение, что армию чрезмерно используют как орудие в предвыборной гонке. Сейчас, особенно в течение последних трех-четырех месяцев, армия, вместо того, чтобы быть армией, превратилась в такой некий фон для предвыборной кампании. Как бы то ни было, предвыборная баталия закончится уже через две недели. И новому верховному главнокомандующему предстоит определять стратегический путь развития армии. А останется ли он прежним или кардинально изменится, мы увидим лишь после того, как новый президент полностью вступит в свои права. В предвыборной гонке все средства хороши. По крайней мере, так считают в предвыборных штабах кандидатов. Агитация не всегда ведется честно. Там есть место и манипуляциям, и черному пиару. А лучшее место для публикации всего этого, естественно, СМИ. Далеко не все редакции соблюдают журналистские стандарты и превращаются в пропагандистов того или иного кандидата. Нынешние выборы президента Украины побили рекорд по объему джинсы. Этим словом называют заказные материалы, которые подают под видом авторского сюжета, статьи или новостей. Это реклама без отметки. То есть, издание, которое за деньги размещает нужную тому или иному политику информацию, скрывает данный факт от своей аудитории. Согласно мониторингу Института массовой информации, перед первым туром выборов вышло 916 заказных публикаций в СМИ. Наибольшее количество джинсы, по данным мониторинга, опубликовано сайтами «Обозреватель», 112 канал, «Ньюзван» и «Знай.юа». А топ-заказчиком по итогам исследования стала партия «Оппозиционная платформа за жизнь». Ее лидеры Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и сам кандидат в президенты от этой политической силы Юрий Бойко. Из 100% проверенных заказных материалов им принадлежит 31%. На втором месте среди активных заказчиков предвыборной рекламы, по данным Института массовой информации, Юлия Тимошенко, на нее пришлось 15% заказных материалов. Наблюдатели утверждают, что эти сообщения не имеют информационной ценности. Лидеры президентской гонки, которые прошли во второй тур, Владимир Зеленский и Петр Порошенко, поделили третье место по количеству джинсы. Дуже цікаво було їх порівнювати, оскільки, якщо говорити про Петра Порошенка, то у нього зазвичай була пряма мова, якісь його висловлювання, якісь оцінки, візити і так далі. Якщо говорити про Зеленського, то він виступав як суб'єкт. Щось відбувалося там в його офісі, якісь там меседжі розповсюджувала його пресс-служба або щось писали на фейсбуці. Прямих заявів самого Зеленського, вони були, але значно меншої кількості. Отследив інститут масової інформації і теми, на котрих піарились політики. В основному це оборона і урегулювання воєнного конфлікта. Якщо розглянути обіщання фіналістів підвиборной гонки, то риторика действуючого президента Петра Порошенка не сильно отличається від того, о чому він говорил 5 років на посту головнокомандуючого. Все те же переговори з западними партнерами і миротворча місія ООН. Ізменились только планы по Крыму. Його Порошенко обещає вернуть сразу после выборов. Только как? Пока не уточняє. У Владимира Зеленського конкретних заявлений по возврату оккупированных территорий не було. Із того, що известно, це його планы по переговорам з Росією. Інститут масової інформації отмечає, що предвиборна агитация Зеленського отличається від привычних для українців. Кандидат нічого не обещає, а у його команди нет чіткого видення решення основних политических і соціальних проблем в країні. Основна агитация направлена на развлекательний контент, который не дает понимання плана действий Зеленського як президента. Але судя по агитации перед вторим туром выборов, штаби двух кандидатов применяють манипуляції. І все це в стилі 21 века в Ютубі. Значало кандидати оставляли друг другу відеосообщення з визовами на дебати. Звертаюсь до Петра Порошенко. Ви кличете мене на дебати. Мріяли, що я втечу, відморожусь, заховаюсь. Ні, я це не ви у 2014 році. Дебати – це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни. Даю вам 24 години. Думайте. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас, Владимир Олександрович. После сдавали анализы на наличие наркотических веществ и алкоголя, що породило в інтернете волну іроничних інтернет-мемів. І якщо до першого тура активну агитацию через соцсети ввел Владимир Зеленський, то Петр Порошенко решил активізуватися на інтернет-платформах только сейчас. Завел телеграм-канал, де использують інтернет-сленг, обращаясь к подписчикам «Гайз» і «Френді» і призывает своих сторонников к мирному общению с избирателями оппонента. Но сам действует иначе. Возмущення і негативну реакцію в обществі вызвали борды Порошенко, розклеенні перед вторим туром. Порошенко противопоставлял себе президенту России с начала кампании, але тепері на бордах розміщені лиця президентів України і Росії з надписью «Рішаючий выбор». Після волны недовольства борды начали переклеївати. А на улицах Києва можна було встретити вот такі плакати. Також кандидати активно педалирують тему наркотичній і алкогольній завісності друг друга. Наприклад, в ефірі одного із телеканалів Порошенко заявив. Верховним головнокомандуючим України може стати людина, яка не виключно, що має наркотичну залежність. А при просмотрі роликів на Ютуб можна встретити і таку рекламу. Подчерківалася тема наркозависимости Зеленського і в скандальному ролі, розміщеному на Телеграм-каналі, зв'язаному з Порошенко. Але в штабі Порошенко причастність к цьому ролику отрицають. Активна робота проти Зеленського йде і на одному із каналів, контролюємих действуючим президентом. Його громадянська позиція нагадує мені пеніс англійської королеви. Бо цього немає в природі. Воно на цьому місці не росте. Дипломати, політологи і політики обговорили компетентність Володимира Зеленського як кандидата у президенти. І зауважили, що його президентство може призвести до перетворення України на об'єкт у руках ворога. В ответ на это Зеленський виступає з пародіями на концертах своєї творческой студії. Добрій вечір. Добрій вечір. Здрасте. В ефірі телеканал Кривой. Я Матвій Ганачешський. І мій соведущий Сергій Доярков. Сергій, ви прийняли успокоїти? Так. Так, так, так! Що не видно? Так, спасибо. А також в пользу Зе-кандидата работает один із центральних телеканалів України. Є підозри про участь у вбивстві рідного брата Михайла Порошенка. Напередодні виборів і можливого завершення владної конденсії Порошенка він вже не ховаючись лобіює інтереси російських холігархів. Принесет ли успех на выборах позиція нападения одному кандидату или позиція жертвы другому покажет время. Пока можем судить только по рейтингам, которые недавно представила соціологическая група «Рейтинг». Исходя з ответів опрошенных определившихся респондентов за кандидатов президента і шоумена Владимира Зеленського во второму турі выборов готовы проголосовать 71,4%, а за действуючого президента Петра Порошенка 28,6% респондентов. Дякую за перегляд!